Найти дело по душе, узнать о местах работы в округе и трудоустроиться. В Люберцах прошла ярмарка вакансий. Присутствовали представители разных компаний, а соискатели могли заявить о себе, не дожидаясь собеседования. Тему продолжит наш корреспондент. Ознакомиться с вакансиями, условиями работы и размером зарплаты, а также получить консультацию или приглашение на собеседование можно прямо на этой площадке. В ежегодной ярмарке вакансий приняли участие около 30 представителей разных компаний. Сфера деятельности разнообразна, от производства и промышленности до здравоохранения и торговли. Эта ярмарка вакансий доступна совершенно для всех. Не только для безработных, но и тот, кто хочет поменять, например, работу, сферу деятельности. И, конечно, это облегчает даже безработному гражданину. Не надо приезжать на каждое предприятие по отдельности, тратить свое время на дорогу, а можно пройти собеседование сразу в одном месте у нескольких работодателей и подыскать себе что-то лучшее. Светлана Авчеренко по образованию дизайнер. Посвятила этой профессии больше пяти лет, но сейчас нигде не работает. Хочет попробовать себя в новом направлении. Посетила ярмарку, чтобы узнать о требованиях приема на работу. Я обошла примерно все, и, ну, собственно, все, что я, как я посчитала, меня может заинтересовать, или где я могу заинтересовать, как, собственно, сотрудник. Я рассматриваю разные предложения о работе, и, ну, меня, в принципе, устраивает. Конечно, это полезно, потому что, ну, когда ищешь работу, то рассматриваешь разные предложения, и работу можно найти в самом неожиданном месте. В базе Люберецкого центра занятости 2500 вакансий по рабочим профессиям. Среди самых востребованных – слесари, водители, токари и сварщики. На предприятии «Текстиль-профи» сегодня открыто больше 20 должностей. Если это офисные вакансии, то это продажники и дизайнеры, потому что мы текстильное большое объединение. У нас тоже как бы разноплановое – это и одежда, и шторы, и постельное белье. Если как бы взять производство, то это швеи, стегальщицы, ну и обслужив персонал. Благодаря таким мероприятиям удается сократить численность безработных в округе. Если в начале 2023 года она составляла 705 человек, то в 2024 сократилось до 307. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.